Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это ловушка естественная и она хорошая. Многие начинающие шашисты в нее попадают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белый. Отдаем 3 шашки. Также забираем 3, но попадаем на придамочное поле и либо грозим пройти в дамки с выигрышем, либо черным надо отдавать шашку и белые постепенно побеждают. Вот эта ловушка, друзья, хорошая. Но, если черные замечают ловушку, допустим, связывают белых таким образом и играют на связку, вот здесь надо уже играть БЦ3. Можно снова за белых поставить ловушку, ЖХ2, но здесь она уже плохая. Почему? Да, действительно, нельзя играть ЖФ6, потому что белые снова проводят комбинацию. Ставьте видео на паузу и пытайтесь ее найти. Отдаем 3 шашки и забираем 4. Ловушка довольно-таки незаметная, часто в нее попадаются также начинающие шашисты, даже любители, особенно в БЛИЦ. Такие крепкие любители. Но, значит, мы видим, что в этой позиции ход ЖХ2 плох. Черные могут насторожиться. Насторожиться. То есть, чисто психологический момент. Зачем вопрос? Белые сдвинули сильную шашку ЖХ1 и сделали ее отсталой на ЖХ2. То есть, этот ход явно глупый. Черные здесь могут насторожиться и увидеть ловушку. И вот здесь уже черные могут поставить ловушку. Они могут разменяться вперед. И у белых будут большие проблемы. Например, на БЦ3 выигрывает несложный удар. Поставьте видео на паузу и попытайтесь его найти. Отдаем 2 шашки и забираем 3. С выигрышем. Также плохо играть СД2. Тогда черные играют ЖХ6. И, видите, снова ДЦ3 играть нельзя. Из-за похожего удара. А если играть, допустим, БЦ3, тогда черные, видите, загоняют свою шашку на бортик. И вот это сочетание черной шашки А3 и белой А1 при отсутствии шашки белых на С1 делают позицию белых стратегически проигранной. Здесь уже в дело вступает именно позиционная игра. То есть, вот до этого была тактика, а здесь уже стратегия. Опять же, у белых позиция проигранная постепенно. Ну и третий момент, что если в этой позиции белые играют АЖ3, на ход ЖФ6 опять, видите, нельзя играть БЦ3 из-за этого удара, который мы уже видели. И ЖХ4 также играть нельзя, потому что черные снова проводят комбинацию. И вот здесь уже вступает в дело слабость на поле Ж1. Помните, мы эту шашку сдвинули. И вот как раз здесь черные проводят комбинацию на это поле и побеждают. Также поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Проводим комбинацию и попадаем как раз на это поле, Ж1. Помните, мы шашку сдвинули. За счет этого мы проигрываем. Поэтому, друзья, в этой позиции ход ЖХ2 все-таки плох. Вот эта ловушка плохая. Запомните железное правило. Значит, нельзя ставить ловушки, если они ухудшают позицию. Но, самые лучшие ловушки, это когда мы делаем сильнейший позиционный ход. И он еще несет себе тактическую ловушку. То есть, можно провести после нее удар или комбинацию. Или поставить какую-то угрозу. Вот пример хорошей ловушки. Значит, в этой позиции у белых есть два хода. СД4 и Б5 ведут к ничьей. Но, ход СД4, он все-таки похуже. Почему? Объясняю. На ход ЕФ6 у белых единственная ничья. Проигрывает Б5, потому что черные играют ФЖ5. Прорываются в дамки и легко побеждают. Значит, так же плохо играть ЕФ3. Проигрывает, потому что просто Б5 и белым некуда ходить. Ничья тут единственная после жертвы двух шашек. Вот эта позиция была великолепно разобрана краснивестером Вениамином Городецким, известным популяризатором шашечной игры, его книге о шашках. И вот здесь белые все-таки могут добиться ничьей. Они нападают на две шашки черных. Черным надо меняться. И вот здесь белые успевают пройти в дамки. И у черных нелегкий выбор. Если они играют СБ2, пытаются занять большую дорогу, тогда белые отсекают черные шашки от похода в дамки по двойнику. Позиция битая ничья. Если же черные пытаются занять верхний двойник, тогда белые занимают большую дорогу. И это также ничья. Как видите, в этой позиции у белых есть ничья после СД4. Но шансов на выигрыш у белых нет никаких. С другой стороны, если мы знаем вот эту позицию, мы можем сыграть более хитро. Мы можем сыграть БА5. На единственный ход БЦ5 сыграть ФЕ3. И расставить сразу же две коварные ловушки. Правильно играть в этой позиции ЕФ6. А вот напрашивающиеся ходы СБ4 и АЖ3 красиво проигрывают. На ход СБ4 белые проводят разгромную комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Белые отдают 4 шашки, проводят удар. И в конце возникает оппозиция одна на два. Очень красиво. Вторая ловушка. На ход АЖ3. Напрашивающийся ход на самом деле. То есть видите, ловушка белых она естественная. Черным хочется напасть на шашку. Но кажется, что белым остается только сдаться. Сейчас они потеряют шашку Ф4 и проиграют. На самом деле здесь выигрывают белые. Попробуйте найти выигрыш. Играем АБ6. Неожиданный ход. То есть здесь выигрывает присоска. Или как я ее называю, пиявка. Черным некуда бить. Сюда бить нельзя, потому что белые попадают в дамки таким образом. И наконец сюда бить нельзя, потому что белые выигрывают таким образом. Снова попадают в дамки и празднуют победу. Как видите, ловушки классные, хорошие. И наконец последний вариант. Еф6. Здесь уже белым надо играть очень аккуратно для достижения ничьей. Черные здесь жертвуют шашку и нападают. Кажется, что надо сдаться. Но все-таки белых выручает двойная жертва. Отдаем три шашки. Забираем только одну. У белых была лишняя шашка. Сейчас уже у черных лишняя. То есть они выиграли две шашки. Здесь белые спасаются. Черные проходят в дамки. Выигрывают еще одну шашку. Но эта позиция ничейная. Впервые она была детально проанализирована горсмейстером Зиновием Цириком. Я ее также разбирал. Кто не знает, как здесь защищаться, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Кстати, здесь уже вступают в действие тоже атакующие моменты. То есть запомните, сильнейшие игроки, горсмейстеры, мастера, они именно отлично знают какие-то простые окончания стандартные. И вот за счет этих знаний они могут ничейную позицию выиграть. Ну и соответственно, если они получат выигранное окончание, они уже с вас не слезают. Они все равно вас додавят. То есть вот всем рекомендую также изучать эндшпиль. Что в шахматах, что в шашках. Это очень важно. Кто ошибается в эндшпиле, тот как правило проигрывает в партию. Теперь рассмотрим пример очень красивой и классной ловушки. Дебют, новое начало. У белых преимущество. Можно играть с Д4, можно АБ2. Черная игра на охват, белая занимает центр. Вот в этой позиции в теории рекомендуется играть БЦ3. Ход же Ф4 считается слабым. Здесь есть классная ловушка. Из партии Медведев-Патурский 1988 года. Эту ловушку взял из книги «Мои избранные партии» трансмейстера Маркиела Фазылова. Значит, белые занимают центр, но центр рыхловатый. Видите, застряла шашка H2. Тем не менее, белые здесь могут поставить интересную ловушку. У черных хорошая позиция. Видимо, как-то играть надо было Е6. Может быть, не знаю, тут СД6. Или сразу разменяться таким образом. Черные решили отъесть шашку С5. На самом деле, хочется это сделать. То есть, ловушка, опять же, видите, носит естественный характер. Черные думают, что они побеждают. Играют СБ6. И вот здесь напрашивающийся ход ДС7 плох. Пусть кажется, что белые неизбежно проигрывают шашку С5. Но на самом деле, здесь побеждают белые. То есть, самая классная ловушка, это когда ваш соперник думает, что он выигрывает. А на самом деле, он попадает в проигранное положение. Это самые лучшие ловушки. Самый сок. Играем СЖ3. В чем идея? С СД6 играть нельзя, потому что белые проводят удар и легко побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Отдаем 3 шашки. Забираем 3. Но попадаем на придамочное поле. И легко выиграем. Черные увидели этот ход и сыграли АЖ5. Еще надеясь на ничью. Но белые нападают. Приходится закрываться. И проводят красивый удар. ДЕ5. Приходится бить в эту сторону. Но после всех разменов у белых красивый этюдный выигрыш. Черные нападают. Единственный ход. Отходим. Надо меняться. Играем СД2. То есть сюда уже нельзя играть из-за размена. Также проигрывает ход СБ4 из-за размена. И будет оппозиция 2 на 2. Приходится играть АБ6. Единственный ход. Тогда ДЦ3. БА5. СД2. СБ4. СД4. БА3. ДЦ3. Черные надеются на ничью. Позиция кажется ничейной. Здесь выигрывает известная этюдная идея. Когда черные уже вот-вот готовы пройти в дамки. Следует наказание. Удар пяткой. Красивая жертва двух шашек. И выигрыш. Ну и последняя ловушка на сегодня. Фрагмент из партии Шалимов Ершов. Из книги Олега Романчука. Это шашист. Заочник. Партия 1974 года. Как видите, ход черных. У черных позиция плохая. Плохо играть ЖФ4. Потому что белые сыграют СД2. И у них будет три нападения. У нас всего одна защита. Нашей коловой шашки. И белые шашку Ф4 легко отъедят. То есть здесь есть два хода. Либо играть ЕД6. Но тогда белые меняются ЖФ4. С преимуществом. Либо просто ЕД4 и ЖФ4. Также с хорошей позицией. Либо можно сыграть на ловушку. В чем идея. Белым в этой позиции надо было меняться ЖФ4. И играть на связку. Связка все-таки неудачная за черных. Либо просто меняться 2 на 2. И возникала примерно равная позиция. А белые решили здесь блеснуть комбинацией. Они провели вот такой красивый удар. Удар называется стрела. Видите? Удар по прямой. Но здесь черные нашли красивый выигрыш. Можете поставить видео на паузу. И попытаться его найти. Черные красиво отдают 2 шашки. И белым некуда бить. Если они бьют на поле H8. Тогда выигрывают прием запирания. Ну или в простонародье туалет. Белая дамка остается в заперти. И черные красиво выигрывают. Если в этой позиции белые били дамкой на поле G7. Тогда выигрывают простой размен. И черные снова побеждают. Если вам понравилось данное видео. Не забывайте поддержать мое творчество. Лайком и подпиской. Друзья, сейчас как никогда важна ваша поддержка. Хотя бы моральная. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.